Кино, о котором творческая группа поговорила с брестскими студентами, называется «Киношники». Лента рассказывает о закулисной обстановке на съемочной площадке. Молодой режиссер Коля одержит мечтой снять свое авторское кино, и когда выпадает реальный шанс, кажется, что все против него. В жизни, как и в кино, война и мир, и труд, и май. Но главное, что у тебя есть талант, настоящие друзья и любовь. Снял фильм молодой белорусский режиссер Кирилл Халецкий. В целом, вот та картинка, которая у нас получилась, она получилась очень душевной, вот такой доброй и светлой. И поэтому, ну, наверное, он даже превзошел мои ожидания. Но, опять же, это только дебют. Не только режиссерский, но еще и 24 профессиональных дебюта у нас было на картине. Это оператор-постановщик, это звукорежиссер, актеры. Поэтому для нас всех это важное событие, что наш фильм увидят в нашей стране. И причем минимум в 75 кинотеатрах, как мне уже там сообщают. Вот, поэтому для нас это уже вау-победа. И, ну, дальше, конечно, больше. Но сейчас интересно узнать отзывы зрителей, поэтому мы всех приглашаем в кинозалы, чтобы можно было ознакомиться с фильмом. Ждем ваши отзывы, ждем ваши рейтинги, комментарии, чтобы понять, нужно ли делать «Киношники-2» или не нужно. Если что, я их уже написал. В легкой и непринужденной манере фильмы показано, как простой парень Коля двигается к своей мечте, осваивая с нуля сферу кинопроизводства, что, оказывается, не так легко, как он думал. История очень похожа на жизнь актера, исполнившего эту роль Станислава Пекарского. «Киношники» для него дебютная лента. Нам очень повезло, что у нас в команде был такой вот молодежный вайб, если можно так сказать. Мы все были на одной волне, и это очень ценно, потому что не во всех проектах киношных получается обрести вот это вот ощущение семьи. Потому что иногда ты приходишь, ну, на проект как на работу. Ну, снимаешься, тебе платят деньги, ты уходишь, потом смотришь с собой кино. А здесь мы вдохновлялись от этой вот атмосферы какого-то полного, тотального творчества, искусства. Мы приходили каждый день и творили. И это одно из самых ценных, наверное, ощущений и возможностей, что можно приобрести в кино. Во время пресс-конференции ребята смогли задать творческой группе вопросы о магии кино, его производстве и нюансах профессии. А затем с удовольствием посмотреть представленную киноленту. Фильм немножко больше как семейное кино, это когда в зал может прийти семья, дети, родители, и все посмотрят, насладятся, умилятся, скушают немножко этой доброты и останутся довольны, я надеюсь. Вот, потому что в этом мире блокбастеров, триллеров и т.д. и т.п. Конечно, хочется чего-то полностью светлого. И, наверное, вот у нас это получилось. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.